Впрочем, противоречия эти преодолимы. Стас Тане у нас сегодня в гостях, журналист, сотрудник религиозного телеканала. Как ты попал в эту среду? Я вырос в светском обществе, и поэтому я знал, ну так же, как и все, что есть праздники, есть судный день, есть Рошашана, но больше никто из нас ничего не знает. И вдруг так получилось, что в один из прекрасных дней мне говорят, что есть сегодня возрождение Сан-Дриона. Что такое Сан-Дрион? Это когда-то был еврейский суд, состоявший из 71-го старейшины, и нужно осветить вот это вот событие. Часть религиозных людей поехали в Тверь, потому что последний раз этот Сан-Дрион заседал именно там, и они решили воссоздать, по-новому сделать возрождение Сан-Дриона. Как оно все происходило? Я туда приехал, я очень смутно знал, что такое Сан-Дрион, это было где-то в 500 году нашей эры, я очень смутно знал, о чем идем-то речь. О чем шла там речь? И началось шествие, 71 раввин, старейшины, они шли, очень красиво все было, у них даже охранник был одетый в ихнюю какую-то форму с 500 года, и они шли по улицам Твери, и мы пришли в какой-то подвал, в подвале стояли там какой-то зал, даже зал в подвальном помещении, и там стояли накрытые столы под какую-то трапезу. Они все чинно сели, кто-то самый важный сказал, что трапеза это, конечно же, часть этого ритуала, церемонии перед тем, как они станут Сан-Дрионом, и они начали кушать, вдруг погас свет, и все начинают кушать, все сидят молча, едят в темноте. Смотри, я в 500 году не был, я не знаю, о чем там идет речь, и мне было страшно интересно, что же это за мистический ритуал такой, что не кушают в темноте. Я подошел к одному из организаторов и говорю, я, конечно, извиняюсь, я плохо понимаю, а в чем важность именно вот этого вот, вот этой трапезы в темноте? Ой, трапеза в темноте. А, нет, у нас проблемы с электричеством, просто проводка промокла, но трапеза это обычная. То есть это может тебе показать о том, как мы знаем много, но в принципе мы почти не знаем ничего. Откуда, как нагнетаются вот эти вот мифы, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью? Эти религиозные люди чувствуют, что к ним относятся как-то враждебные воинственно в израильских СМИ. И примером этого может быть эта депортация евреев Гушкатифа из Северной Самарии, когда газеты просто пестрели о том, всеми заголовками в каждой газете говорят о том, что вот идет гражданская война, вот они собирают оружие, вот наши сыновья пойдут с ними воевать. И ты знаешь, в один раз, когда я туда приехал, я подошел к обычной религиозной женщине, которая шла поддерживать вот это вот общество там в Гушкатифе. Я ее спросил, скажите, пожалуйста, все время говорят о гражданской войне. Вы считаете, что это случится? Она на меня пострела и сказала, ты знаешь, у меня муж в армии, и у меня сын в армии, и у меня младший сын сейчас тоже идет в армию, так с кем я буду воевать? Своей семьей? Израильское общество очень расколото. Есть светские религиозные, есть ватики и новые репатрианты, есть люди, которые приехали как ашкиназимы, есть люди сифарского происхождения. И один из этих расколов, это есть религиозные светские люди. И мы такие друг друга не понимаем. Очень часто в коридорах нашей студии мне говорят, ну ты парень светский, но это временно. Ну я не знаю, пока пять лет я с ними работаю, пока временно я не стала еще постоянным. Спасибо и поменьше тебе военных сюжетов, побольше радостных.